Основной темой его выступления перед собравшимися стало дальнейшее развитие экономики и принятый накануне антикризисный план. По словам президента, кризис в стране не стал непредсказуемым явлением и в борьбе с ним уже начали принимать меры. Вы должны настроить на такой жесткий ритм всю вашу команду или все ваши команды и принять меры для кардинального улучшения качества управления. Будем обязательно поддерживать тех, кто, несмотря на трудности, продолжает начатые проекты, работает над реализацией новых. Кстати, здесь, так же как и в прошлый период кризиса, с учетом того, как складывается ситуация, с новыми проектами нужно быть очень аккуратными. Нужно, безусловно, завершать все то, что было начато и очень аккуратно подходить к новым, имея в виду четкое понимание того, как будут обеспечены источники финансирования. Напомнил на встрече с губернаторами и мэрами Путин и о создании собственных региональных антикризисных планов. Президент подчеркнул, они должны быть максимально четкими и прозрачными. Разрабатывать такой план начали уже и на Кубани. По словам губернатора Александра Ткачева, краевые власти намерены оптимизировать расходы казны. В частности, на 10% будет сокращено финансирование и содержание административного аппарата. Основной упор в региональном антикризисном плане сделан на поддержку малого и среднего бизнеса в крае, а также развитию агропромышленного комплекса. Это, по мнению главы региона, во многом поможет решить в стране вопросы импортозамещения. Задчество стоит такова не только увеличить объемы производства, кратно занимать позиции, лидирующие на российском рынке, но и, конечно, прибавить в качестве, в ассортименте продукции. И я думаю, что за счет этого мы сможем не только стабилизировать бюджет, но и найти еще возможности для роста. Те государственные инвестиции поддержка как раз должна быть целенаправленно, точечно распределяться в те отрасли, которые сегодня жизненно необходимы, которые могут заместить сегодня импортные продукты питания, и, конечно, создать новые рабочие места в России, в том числе и на Кубани. Поэтому антикризисная программа правительства, я думаю, что она как раз на это и нацелена. И, естественно, мы у себя в регионе, безусловно, те средства, которые у нас есть, оборотные, бюджетные, мы как раз и будем, в общем-то, направлять как раз в эти сферы экономики для того, чтобы завалить Россию отечественными, кубанскими продуктами питания. Подобный учебный семинар проводят уже в третий раз. Лекции ведут руководители федеральных ведомств. В этом году одной из основных тем стало качество управления. Кроме того, у руководителей регионов и городов будет возможность обменяться опытом методами своей работы. Задача власти всех уровней делать так, чтобы была на местах консолидация, независимо от партийной принадлежности, независимо от того, кто в какой фракции состоит. Если разумные предложения, их нужно всегда реализовывать, направлять на повышение экономической эффективности, чтобы производительность труда росла. А в конечном итоге рос жизненный уровень населения. Очень важно, когда на таком государственном уровне проводятся столь ответственные семинары совещания, когда можно услышать первых руководителей. Что касается наших некоторых методов работы, то они уникальны и нам есть о чем рассказать, поделиться с коллегами. В частности, о работе нашего штаба, который был организован по инициативе Александра Николаевича Ткачева. Он еженедельно проводит свои заседания, где мы, во-первых, получаем информацию от населения, а ту, которую ставит население перед властью, ищем общие способы решения вопросов. Продлится семинар три дня. Ожидается, что краевых руководителей и глав областей в этот день соберет вице-премьер Дмитрий Казак. А темой встречи станет инвестиционная привлекательность регионов. Глена Всецна, телекомпания ФКТ.